Наверное, каждому, кто мне писал, я всех бы посылала и банила, и обижалась, и т.д. Но я этого не делаю, но, я вам говорю, ситуации бывают разные, и осуждать и обсуждать человека, который там кого-то посылает, мы не имеем права, ни я, ни вы. Если он так сделал, значит, у него есть на эту причину. Если вам не понравилась эта выходка, отпишитесь. Не нужно учить этого человека жизни, как ему жить, правильно ли он поступает или нет. Не совпала ваша точка зрения с кем-то, с чем-то, но это бывает, это нормально, это жизнь. Вот, я высказала свою точку зрения, где он полчаса рассказывал. Сначала начали за здравие, кончили за покой. Вот. Да, я ругаюсь матом. Вообще страшная материнка. Я, конечно, тоже... А, ну и вот про публичность еще раз я... Эту тему-то взрыва. Я почувствовала на себе всю вот эту вот публичность, когда лежал в роддоме. Знаете, как мне было, ну, тяжело, немножко эмоционально. Ну, как бы, это же не сразу, там, сначала один человек, два, потом десять. Ну, и как-то привыкаешь постепенно. А вот теперь представьте, я лежала в роддоме, и где, в принципе, я не знаю, каждый там третий обо мне знал. Если не знал, то в палате лежали девочки, кто-то меня знал и, ну, видимо, рассказывал. И когда-то в роддоме, ну, девочки меня сейчас поймут, в кровище, в соплях, в слюнях, я не знаю, там, еле ходишь, не можешь разогнуться. Ну, вообще никакая в этой ночнушке прешься, хер знает куда в туалет, потому что туалет... Понятно, что это с добрых побуждений там все себя поздравляют, но когда ты лежишь в палате, и к тебе заходят вообще какие-то левые люди, говорят, мне сказали, что вы тут лежите, я пришла там с какого-то этажа, Анна, я хочу вас поздравить. Ребята, это очень тяжело, очень тяжело. Или там, знаете, я даже заходила к врачам, и я как бы понимала к себе особые отношения, ну, когда я лежал по договоренности, но я понимала, что это уже тут не в договоренности дело, когда к тебе обращаются по именям, то есть конкретно тебе подписаны и тебя знают. тяжело от этого, поэтому, опять же, к тому, что вы задали, не будем обсуждать и осуждать. Читаю дальше. Мне осталось одно яблок. Вы директ читаете? Да, я читаю директ по мере своих возможностей, потому что в директ около сотни сообщений в день приходит, помимо комментариев, и я не отвечаю на сообщения в директ, я много раз об этом говорила. Если вы хотите до меня действительно достучаться, пишите в комментариях, даже если я вам не отвечу один раз, вы можете там сказать, а, нет, я пишу вам с удовольствием, отвечу, но у меня нет помощников, кто за меня отвечает, чтобы вы понимали. И в директе я не отвечаю по этой причине, что когда-то там, когда у меня было там, допустим, 10 тысяч подписчиков, я всем отвечала в директ, и сейчас эти люди могут мне писать, то есть я уже захожу, у меня автоматом там уже список сообщений, я уже не могу их отклонить, как я делаю это там, отклонись, отклонись, и они мне все пишут, у меня забитый директ, и это тоже, например. Очень хорошо слышно, я даже убавляю. Я тоже считаю. Так. Привет, Барнаул, пролетив. Ты крашешься каждый день для нас? Я крашусь для себя, в первую очередь. Потом для мужа, хотя для мужа, ну, могу для мужа не красить, для себя. Я себя чувствую хорошо, когда она крашена. Сколько интервалов между корнями счет, я вообще не знаю. У вас салон красоты, да? Добрый вечер, Петербург, Мизиноморгород. Как познакомились с мужем? Познакомились на улице, он ехал на машине, я шла, есть тег, Анечка, знакомство через нижнее, подчеркивание, там, и национально все расписано. Добрый вечер спрашивает, когда за втором. Я вам сразу могу ответить, что никогда, потому что этому ребенку я очень долго готовилась национально, точнее, 10 лет. 10 лет, и готовилась бы, я вам честно скажу, готовилась бы еще, наверное, лет 10. Ну, я действительно, я не хотела детей. Мне и так было хорошо, и, ну, как бы, я еще знала, на что я иду, что у меня нет нянек, и никогда не будет, ну, хотя, может, что-то во мне изменится, и будут у меня какие-то няни, помощники, и я знала, что, ну, ребенок это только я, и, ну, частично муж, ну, муж, понятно, своих еще дел полно, поэтому это только я, и вторых, третьих детей от меня не ждите, я на одного 10 лет собирала. Пире просто пире варишь без сахара, да, без сахара, да, муж старше мне на 26 лет, добрый вечер, блин, мне сейчас сядет телефон, надо быстрее на зарядку поставить, если я бутыл дорежу, буду включу зарядку, а то беседа прервется и яблоки поставлю варить. Привет, орелчек. Изорву мной глаз. Казахстан. Так, про директ ответила. Аня, зимой обычно путешествия решили, куда в эту зиму втроём. Ну, в Европу, наверное. Мы просто зимой всегда в Европу ездим. Муж мне так сказал, что мы раньше весны никуда не поедем, но я надеюсь, я включу все свои обаяния. И мы рванём как можно достать. Потому что я, честно говоря, не могу без отдыха. Я очень много работаю и хочу очень много отдыхать. И вы знаете, кто со мной давно знает, что я машину уже раз пять покупала. Собираюсь, собираюсь её купить и потом понимать, что она мне не нужна. И эту мысль я отбрасывала. Давайте я возьму его с собой, чтобы вы не скучали. Схожу за зарядником. Воткну его поближе. Сколько банок закрутила, всего я не считала. Всё, что было свободно, это она из-под варенья даже больше закрутила. На всякие адресики, чьи ещё не закатываются, чтобы приди. Так. Одно дело, что я поставила на порядке. Чтобы стояла, чтобы она не стояла. Ничего. Так. У меня всё пролисталось, теперь всё замы. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Семена, томаты сами не делаются. Мне проще купить. Ну, не бывает, что делаю, если какие-то сорта, которых у меня нет. Расскажите, как вы открыли и развили свои бизнесы. Повисите прям минутку и расскажу. Поставлю это яблоки вариться. Чтобы время не тратить прям. Две секунды. Так. Ну, отчёт. Подписывайтесь на канал! убежали так как разве все бизнесы ну все инстаграмные бизнес понятно что с появлением подписчиков пошли салон красоты открыл девять лет назад раскручивал все я с нуля ну денег сначала откину работу с парадоничным зависал ну газон как-то чисто случайно у меня появились просто я выращивала сейчас я вот представитель этих газонок газон канад super green конечно же упирается мое время и очень и хочу развить свою страницу вложиться в рекламу я даже не с кем связываться времени нет у меня есть на это время только письмо беспородная да у мужа есть дети как вы справляетесь со всем беспомощнику с ребенком по дому после рождения ко мне уже два раза приезжала клининговая компания убиралась в беседке и в баню все я сейчас сижу в беседке что я вам показал какой-то царщ короче мне тут убирается знаете как мне тут моют полы и моют поверхности а мне бы еще хотелось чтобы мне вот этот срач который я тут развожу тут ну вот например вот кабачки не лежат пакеты которые я вот замораживал кинул вот тут у меня клеенка тут чайник стоит еще кто-нибудь его так вот за мной ходил все это собирал вот в доме я убираюсь сама но нас блага маленький дом каждый день убирать потому что по той же причине что мы говно срач и везде за нами срач везде вот за нами у нас я не знаю то без зайдет то пись зайдет века рядом спит образование я бухгалтер и конечно я честно вам скажу я вот прям сейчас понимаю что у меня нужен помощник в саду в следующем году буду искать какого-то толкового садовника что не знаю любит как я люблю посмотрим я каждый год об этом говорю каждый год я говорю что я возьму работник и каждый год что-то у меня идет не так как я впахиваю но сейчас мне уже даже друзья говорят аня прекрати бери работника как малышка вы успеваете отдохнуть все это твой я не устаю пока я не устала почему всегда в хорошем настроении да бывает на плохом настроении есть человек скажите пожалуйста чего зависит высота малина от сорта ремонтантные все высокие нет в отдалении людей не страшно жить страшно жить с людьми слышно как вы прокручивает текст ну а как мне его не крутить я что сделала у меня есть шуршащий палец как я буду не прокручивать без что можно в сентябре посадить в теплицу сидирата а я 28 ну это блогер да как далеко Фили вообще молч ну может у того блогера которого мы обсуждали не было настроения а может он просто по жизни такой мы его простим я кстати не знаю в каком точке потому что инстаграм не листаю виноград не сажаю но очень хочу очень хочу каждый день хочу жрать я тоже кстати так вот дошли мне ваши комментарии по поводу того что ну то что блогерам там публичным людям пишут я считаю у меня же есть свое мнение а ничего что никто не спрашивал я всегда очень адекватно отношусь ну к мнению любого подписчика и ну никогда не удаляю никогда не ну вообще я хорошо отношусь когда у меня комментируют люди и мне наоборот приятно когда у меня там какая-то демагогия развивается что там все друг другу что-то советуют там просто заходят там подписчики подскажите это ну вы делаете не так вот нужно вот так вот таких тоже хочется туда же послать вот тут там привет вот здесь землю в комментариях они будут всегда у Второй дом был лучший. Как правильно померзешь? Не с прошлой родой. Слава Богу, нет. Рецепт аджеки без варки, без вуксу. Я и варю аджеку и с вуксу, поэтому не подскажу. Кое разносливо, что дальше с ним будете делать, продавать буду. Тоже геморрой такой, их продавать, вылавливать. Ой, проще их, наверное, изничтожить. Так давно выращиваем, извините, восьмой год, вот, подходит к концу. Уж скоро буду, как заядлый, дачник, пенсионер. Чуть про жрачку выскорили, может так есть? Как давно вы стали блогером. Да у меня не было такой цели быть блогером, поэтому я не могу вам сказать точные даты, когда я стала блогером. Я же никогда не развивала свою страницу, как многие сейчас делают, что специально заводят страницу, такие, я буду блогером и даваю всех рекламу покупать. Я свою аудиторию собрала сама, они сами ко мне пришли и подписались. Уже там последних, может, там тысяч 10-20, ну, я не знаю даже сколько, пришли вот чисто из-за рекламы. Ну и до сих пор продолжают ко мне приходить просто. Вот я сейчас, ну, не рекламируюсь, а уже тысяч 10 вот за последнее время пришло. В начале лет было, ну, я летом, наверное, реклама 3 дала, это в этих же группах, считай, было у меня 100 тысяч, сейчас уже 146. Да, я замужем, кто тут приходит, муж тоже первый ребёнок, нет. Бабушки и дедушки участвуют в воспитании, ну, во-первых, у меня с ними всё сложно, с бабушками, с детскими. Мой папа... Ой, нет, давайте я не буду вам рассказать, сейчас я начну эту историю про своих родственников, у вас уши завянут. Либо бабушки и дедушки далеко в Москве, в Германии, либо бабушки и дедушки в Пензе, но работают и видим себя только по выходным. Приедут выходные. Помидоры с луком нет, не мариную, я с помидором мариную. Мне 28. Когда пруд будем чистить, я ещё в выходные буду фильтр чистить, чувствую я. Вот бабушку с дедушкой как раз придут, я им работку подгоню, свекусь и сидеть. А я буду чистить фильтр, потому что я чувствую, кроме меня, это никто не сделает, потому что уже пошла вторая неделя, пруд всё зеленее и зеленее. У меня у мужа нет времени, как и у меня. Я даже не могу ему сказать, Игорь, что будем делать с прудом, мне кажется, он на меня так глянет, потому что, как и я, он работает по даже не знаю сколько часов в день. У вас, наверное, помощники. Наверное. Сколько вам лет, если готовить дед рождения? 28. Просто мужу ему 10 лет. Я поэтому так и говорю, что 10 лет. Ну, конечно, там первые годы я не думала об этом. Просто многие пары сразу начинают там детей клепать. Я всегда, ну, там, смотрю, там, кто тоже там 10 лет вместе, у кого-то там уже трое детей, там, дети в школу пошли. Я говорю, слышь, Кузьмин, говорю, мы с тобой ещё не обзавелись, а у детей, у людей уже дети в школу пошли. Алирин, гаммаир, тонтофол. Я обрабатываю все свои овощи по листу. Зачем такой большой двор детей? Надо детей рожать, Ань. Вам надо, вы и рожайте. Мне не надо. Вот, ну, то есть, то, о чем я вам говорила. Подождите секундочку, я там сейчас... Вот это вот тонкая грань, когда надо, кому надо, берут и делают. Вот мне это не надо, да. У каждого своя жизнь, свой путь, свои ценности, свои тараканы и т.д. и т.п. Поэтому никогда не наградывайте своё мнение кому-то ещё. Мне всегда тогда это было странно и дико, когда вот лезут своим мнением, просто, ну, я не знаю, у меня такое окружение, и вот, ну, мой папа за 10 лет, пока мы с Игорем, ни разу меня не спросил, Ань, когда ты будешь там детей рожать? Ни разу. И в своей жизни он мне никогда ничего ни разу не посоветовал, не навязал, за что я его очень сильно ценю. И для меня дико, когда кто-то там, там, в инстаграме меня начинает, а когда детишек, а там, а что вы с детей не делаете? Вы знаете, я терпеть не могла вот эти вопросы, никогда на них не отвечала. Добрый вечер, недавно случайно на вас подписалась, я из Москвы, вдохновляйтесь заняться домом, это здорово. По какому тегу почитать про газоны? У меня есть рабочая страница, газон Канады Супер Грин, там всё о газонах написано, о уходах, ну, обо всём. Я пропустила тем крещение, но я тоже не хочу крестить, наверное, 5 лет. Я крестить не буду ребёнка. Мне 28 лет. Таким мастером работали? И по ногтям, и визажист. У меня алабая девочка, ей 9 месяцев, она сидит на цепи. Ни в коем случае, никакую собаку, дворнягу нельзя держать на цепи. Мне хочется ответить, себя на цепь посадить. У собаки должен быть вольер и будка. Почему она воет? Потому что ей скучно. Она тоже живое существо, которое требует внимания. С собакой нужно гулять, любить, общаться. Тогда этого не будет происходить. Завидите менеджер для головного? Ну, это же тот человек, которому будешь доверять. Мне таких нет. А кому я доверяю, всем не дают, а? У нас завтра около нуля градусов. У меня огурцы прут в теплице. Помрут, походу. Муж и тогда не хочет включать. Говорит, закрывай свою богадельню. Я тоже так, муж всегда говорит про мою богадельню. Правда, сейчас молча кормит сам индюков. Как-то так, что-то, знаете, перекочевали индюки и собаки в его распоряжении. Он всех кормит и кует. Я только кур сейчас кормлю. Молчит, пока ночью. У меня скоро скажет мне все, что считает в моем хозяйстве. Что я заморозила, наварила, все покажу. Почему Писия? Это ее имя. Она ей очень идет. А, они продали беседку. У нас было много. Продали. Возможно, мне кажется, там одна стоит. Не знаю, может, она продана. Просто этим я занимаюсь, а Игорь. А какая-то крашенная стоит. То ли ее покрасили и отправлять, то ли она покрашенная. Какая-то выставочная у него была. Подешевле он ее продавал. Сколько мужу лет, сколько у него вечера. Зачем вам эта информация, боже мой? Хочу стать вашим менеджером в Инстаграме. Разгрушу ваше сотрудничество. Понимаете, менеджером в Инстаграме, это, конечно, замечательно. Меньше всего разгружать в сотрудничестве. Отвечайте тем, кто приносит мне бабло. Но я и сама могу, это не так сложно. Мне гораздо сложнее отвечать на вопросы в комментариях. А кто ответит в комментариях, если не я? По-моему, это будет нечестно, если не я буду отвечать в комментариях. Пусть лучше я не отвечаю или отвечаю через раз, чем это будет делать кто-то другой. Надеюсь, у меня там все в адеквате. Не надеюсь, я знаю. Чем можно удобрять газон? Любым минеральным удобрением для газона. Чего изобретать велосипед-то? Гарономического образования нет. Прошлый раз сиськи всех умывали в этот раз про мужа и детей. Скольки тысяч подписчиков влог начал приносить доходы? В принципе, можно, знаете, монетизировать любой влог. Хоть там от пяти тысяч подписчиков, ну, вопрос в цене я... У меня была некая планка, ниже которой я не хотела опускаться. И так я и дотянула до последнего, чтобы моя реклама не была ниже той цены, которую я себе заявила. Вот. И активно вот так вот, чтобы рекламировать, ну, наверное, снова... Ну, вот этот год только мне приносит прибыль. Ну, в том количестве. Ну, были какие-то у меня там, наверное, раньше? Проекты. Проекты. Как вы делаете цветные сердечки в прямом эфире? Не знаю, у вас там цветные у меня белые сердечки, я ничего не делаю. Спасибо за поздравление. Привет, Липекс. Приятного аппетита в заготовках. Кто вас сегодня научил? Ну, сама училась. Кто меня научит? Когда арбузы приговорить, у меня такое добро не залежалось на грядке. Да пусть пока тепло, может, сахара наберут побольше. Ну, бывает ли у вас плохое настроение? Все равно плохое настроение бывает. Депрессии нет. Депрессия, я считаю, что... Ну, депрессия — это два варианта. Либо действительно заболевание, которое лечится только медикаментозно, либо это нехуй делать. Простите меня, пожалуйста, за мою прямоту. Курову бы вам. Какая депрессия? У меня... Я вот просыпаюсь и думаю, как бы мне все сделать, все, что я запланировала. Мне некогда депрессовать серьезно. Я обожаю этот ритм, когда мой день загружен на 200%, и это здорово. В этом и заключается жизнь, когда она бурлит, кипит, и некогда страдать хернями. При этом я с удовольствием, если у меня нет настроения, забью на все дела, отключу телефон, не буду отвечать ни в комментариях, ни своим клиентам по газону. И, по прочим, важным делам буду лежать и страдать херней. Лень и депрессия, ну, как бы, это разные вещи. Ленюсь, да, бывает, ленюсь, конечно. Как стройка теплицы? Пока еще не начали. Муж заготавливает дровишки, потому что каркас будет деревянный. Там что-то лежит в сушилке, что-то пилится. Я думаю, в конце сентября начнем. Октябрь, ноябрь. Вот, думаю, за это время построим. Вы не думайте, что он от меня прям сейчас муж все бросил и пошел на теплицу строить. Потому что без мужа это ничего не построить. В выходные, по выходным будет строить. Потому что там же еще рабочие будут нужны, которые у него тоже заняты, все дни расписаны. Как восстановиться после беременности? Ниже рук, говна всякого. Перестала, по крайней мере. Сейчас вот съела рыбку на ночь с хлебцом. Сейчас пойду тренироваться ночью. Дельный редис нет, мне посадила, так и не успела. А сейчас уже, наверное, не буду ссорить. А рыб на зимку дали. В дом? Привет, Донбасс. Хоть сорт гороха хороший, не знаю, что один особо не сажает. Привет, Украина. Медора, покажи. Помидоры, покажи. Так, все. Заканчивайте с вопросами. У меня пюре готово. Сейчас, к погоде, выключу. Пюре готово. Сейчас муж приедет, и я пойду потренировать. Пюре закатать надо. А это еще полночи. Нет, волосы не крашу. Мне кажется, вы там сидите, на что она отвечает. Я вопрос про себя прочитала, что-то ответила. Так, все, вопросы заканчиваем. Я отвечаю на то, что есть, и хвалю. Про рыбу есть теканчик, кое. Ну, в принципе, то, что вас интересует, все будет в ближайшее время. Холода наступит, будем вылавливать. Все буду рассказывать в очередной раз. Я про немфеи расскажу. Покажите, как мы в холодильнике. Покажу. Когда все заготовлю, все покажу. Как избавиться от совки, не знаю. Сколько лет вы ведете страничку? Пять, наверное. Я каждый раз спутаюсь в показаниях. Не знаю, у меня страница появилась, как только появился инстаграм. Сначала у меня была вторая, ну, вот первая моя страница, которая сейчас вторая. Первая, которая вторая. Вот, она у меня была закрытая. Она сейчас закрытая. А потом я вот это завела и решила, что она будет открытой. И понеслось. Все, идем, есть. Ага, идем. Вот видите, ватсап. Про ватсап вы спрашивали, как у меня дела в нем. Зашибись. Поэтому, всем, кому долго отвечаю, прошу понять и простить. Почему именно Алабай, это была моя мечта, два белых Алабай. Я тогда ничего не знала о породе, ничего не знала о характере. Ну, вообще ничего не знала про Алабаев. Просто где-то в интернете видела фотографии и не влюбилась. И вот была моя мечта, два белых Алабая. Потом я стала изучать породу, прочитала очень много книг. Поняла, что вообще... Вот видите, кстати, прямой эфир осталось две минуты до завершения. Мне даже сам инстаграм сказал, завязывай, Анька. Спасибо, кто желает мне все хорошее. Вот так, сейчас, быстро, минута 34 секунды. Пробовали арбуз? Пока нет. С конским навозом, конечно, можно. Мастером лет пять, наверное, отработал. Муж причапал. А бывает, что хотите бросить все хозяйство и стать гламурной дивой. Да это гламурной дивой стать. Много не надо, я вам скажу. Добрый вечер. Нет, не едать, я очень люблю то, чем я занимаюсь. Так, ну все, 25 секунд теперь точно все. А-а-а, это точно вопрос. Давайте я просто вам скажу. Спокойной ночи, хорошего всем вечера. Как-нибудь буду еще. А когда буду груш чистить в следующий раз? А у меня груш конь.